Кирилл Афанасьевич Мерецков, советский военачальник, маршал Советского Союза, герой Советского Союза. Биография. Ранние годы родился старшим ребенком в семье Кристиана Афанасья Павловича и Анны Ивановны Мерецковых. Русский, с 7 лет помогал отцу пахать и баранить, а с 9 участвовал во всех полевых работах, окончил 4-х классную земскую начальную школу. В 12 лет отправлен в Москву для самостоятельного труда, работал слесарем на московских заводах. Уже на первом рабочем месте познакомился с рабочими, связанными с революционным подпольем. Работая в мастерских при промышленном училище в память 25-летия царствования императора Александра II на Меусской площади, посещал в этом училище городские меусские вечерние воскресные классы для взрослых рабочих. Предпоследнее место моей работы в Москве – мастерские при промышленном училище в память 25-летия царствования императора Александра II, где я был слесарем-водопроводчиком. Здесь же работал мой дядя, он и помог устроиться. Училище располагалось на Меусской площади, там, где теперь находится химико-технологический институт имени Д. Менделеева. Вокруг было много других фабрик, мастерских и учебных заведений, где кипела рабочая жизнь или ходила революционно настроенная молодежь. Сами мастерские были для меня интересны тем, что они находились при училище, где размещались также городские меусские вечерние и воскресные классы для взрослых рабочих, которые я с большим желанием стал посещать. С первого же дня своего пребывания в Москве я дал себе слово не ограничиться начальной земской школой, оконченной в деревне, и приобрести побольше знаний. Меня вдохновлял пример моего отца, труженика-самоучки, а теперь дядя посодействовал моему поступлению в вечерние классы, он же помог расширить кругозор еще и в другом отношении. Средств на жизнь и на обеспечение большой семьи ему не хватало, и он вынужден был вечерами служить еще гардеробщиком в театре. Дядя про кофе часто рассказывал содержание пьес, а изредка брал меня в театр и проводил на галерку. Постепенно я привык к необычным сначала зрелищам и даже полюбил их. В 1915 году участвовал в рабочих сходках, перейдя на работу на граммофонную фабрику Турубинера, где выполнялись военные заказы. 18-летний Кирилл получил освобождение от призыва в армию во время Первой мировой войны. Судагда. Большевик. Тогда же, в 1915 году, познакомился с инженером-химиком и революционером-большевиком Львом Карповым, который направил его в город Судагда Владимирской губернии. Там он провел почти три года. Работал слесарем-механиком на Канифольном скепидарном заводе. Работая там, познакомился с биохимиком Борисом Сбарским. В 1916 году по заданию администрации предприятия поехал в Москву. Там ему предложили более активно вести большевистскую деятельность, отправившись работать на Бандюшский химический завод на Каме в селе Бандюгевятской губернии, директором которого был Карпов. Однако отсрочки от армии там не предоставлялось. Из-за желания иметь эту отсрочку ему пришлось вернуться в Судагду. Находясь в Судагде, узнал о февральской революции и падении монархии. Вместе с несколькими другими большевиками образовал самостоятельную ячейку РСДРП, которая с мая 1917 года приобрела официальный статус. Став Судагодским уездным комитетом РСДРП, 20-летний Мерецков был избран секретарем. В конце года уездный комитет сформировал в городе отряд Красной Гвардии, начальником штаба которого назначили Кирилла. После Октябрьской революции принимал участие в захвате власти в городе, был назначен председателем военного отдела местного совета и ответственным по вопросам демобилизации старой армии в РКК в РКК с 1918 года. Участник гражданской войны в России был комиссаром отряда, помощником начальника штаба дивизии и бригады. Воевал на Восточном, Южном и Западном фронтах. Трижды был тяжело ранен. Мерецков окончил военную академию РКК в 1921 году и назначен начальником штаба 1-й Томской кавалерийской дивизии. С февраля 1923 года – помощник начальника штаба 15-го стрелкового корпуса. С ноября 1923 года – начальник штаба 9-й Донской стрелковой дивизии. С июня 1924 года – по апрель 1932 служил в штабе Московского военного округа. Начальник мобилизационного отдела – помощник начальника штаба округа. Заместитель начальника штаба округа – командир и военком 14-й стрелковой дивизии. Начальник штаба округа – с апреля 1932 года. Начальник штаба Белорусского военного округа. С декабря 1934 года – начальник штаба особой краснознаменной Дальневосточной армии. В 1936-1937 годах – находился в Испании в качестве военного советника. С июня 1937 года – заместитель начальника генерального штаба РКК. С сентября 1938 года – командующий войсками Приволжского военного округа. С января 1939 года – командующий войсками Ленинградского военного округа. В течение 1939 года в одной машине с членом Политбюро А. Ждановым объехал всю советско-финскую границу, проводя рекогностировку накануне предстоящей кампании. Во время советско-финской войны 1939-1940 годов командовал 7-й армией, наступавший на Карельском перешейке против главных укреплений линии Маннергейма. В июне 1940 года ему, вместе с Жуковым и Тюленевым, в числе первых присвоено воинское звание генерал армии. С июня 1940 года – заместитель народного комиссара обороны СССР. В августе 1940 – январе 1941 годов – начальник генерального штаба РКК, затем заместитель народного комиссара обороны СССР по боевой подготовке. Арест на второй день войны – 23 июня 1941 года. К. А. Мерецков был арестован на основании показаний арестованных в 1937-1938 годах командарма 1-го ранга И. Ф. Федко, армейского комиссара 1-го ранга П. А. Смирнова, флагмана флота 1-го ранга В. М. Орлава, командарма 2-го ранга Н. Д. Каширина и И. А. Халебского, армейских комиссаров 2-го ранга А. С. Булина и М. М. Ландой, К. М. Коров, В. Н. Левичева, С. А. М. Женинова, С. П. Урицкого, К. Д. В. П. П. Т. К. Луна, С. И. Винцова, Кранца и Е. С. Казанского, К. Бригов, М. Л. Т. Качевой, К. И. Янсона и полковника Б. М. Симонова, а также арестованного накануне генерал-лейтенант авиации Я. В. С. Мушкевича. Кроме того, И. П. У. Боревич ранее дал показания, что лично завербовал Мерецкого в антисоветскую военную заговорщическую организацию, обвинялся по статье 58.1.b. 7.8.11 УК РСФСР, содержался в Лефортовской тюрьме, следствие В. Л. Е. Владимирский, Л. Л. Шварцмань, Б. В. Радос и В. Г. Иванов, Мерецков подвергался физическим методам воздействия. Сестра Ольги Бергольц Мария Бергольц опубликовала записи своих бесед с бывшими сослуживцами маршала, один из которых свидетельствовал, что зимой 1941 у Мерецкого был конфликт со следившим за ним сотрудником особого отдела, которому Кирилл Афанасьевич заявил, что ему жить не хочется и что особисты в НКВД мочились ему на голову. По свидетельству сослуживца О. Ф. Сувенирова генерал-майора А. и Корнеева, лично присутствовавшего при разговоре их об огроменной С. Тимошенко, последний рассказал, что в личной беседе с Мерецковым на его вопрос о том, почему он себя оговорил, маршал заявил, что над ним издевались дубасили, а в случае дачи показаний обещали не трогать семью. На предварительном следствии Мерецков признал себя виновным. В ходе следствия 15 июля 1941 года ему была организована очная ставка С. Д. Локтионовым, на которой Локтионова сильно избивали в присутствии Мерецкого. При этом Мерецков уличал Локтионова в участии в военно-фашистском заговоре и убеждал подписать признательные показания. 28 августа Мерецков написал письмо Сталину с просьбой направить его на фронт. 6 сентября освобожден на основании указаний директивных органов по соображениям особого порядка. Считается, что Мерецков был освобожден по распоряжению Сталина, что наиболее вероятно, однако документальных подтверждений этому не найдено. Архивно-следственное дело номер 981-1697 в отношении Мерецкого уничтожено 25 января 1955 года на основании указания ЦК КПСС и распоряжения председателя КГБ Пресс ФМС СССР и Осерова, вследствие чего большинство подробностей дела неизвестны. Великая Отечественная война В дальнейшем во время Великой Отечественной войны занимал высокие посты на фронте. С сентября 1941 года командовал 7-й отдельной армией, которая остановила наступление финских войск на реке Свирь. С ноября 1941 года командующий войсками 4-й отдельной армии участвовал в Тихвинской наступательной операции. С декабря 1941 года командующий войсками Волховского фронта в этой должности провел Любанскую операцию Синявинскую операцию 1942 года. Обе операции окончились безрезультатно и сопровождались огромными потерями войск фронта. Более того, в котле под Мясным Бором почти полностью погибла 2-я ударная армия фронта, а ее командующий генерал-лейтенанта А. Власов сдался в плен. После срыва наступления 2-й ударной армии и наметившейся катастрофы Мерецков в апреле 1942 года был снят с должности командующего фронтом и в мае переведен с понижением на Западный фронт командующим 33-й армии. Как писал сам Мерецков, войска Волховского фронта были переданы в подчинение Ленинградского фронта для лучшей координации действий. Сам же Мерецков был направлен на Западный фронт заместителем Жукова. На командование 33-й армии пошел позже сам на самостоятельную командную должность. В целом деятельность Мерецкова на посту командующего Волховским фронтом в феврале-марте 1942 года оценивается неоднозначно. По мнению одних при Мерецкове 2-я ударная армия, хотя и вклинилась в глубину немецкой обороны, тем не менее, имела коридор и надежно по нему снабжалась. По мнению других, Мерецков не сумел силами подчиненного ему Волховского фронта расширить горловину прорыва, образовавшегося в результате успешного наступления 2-й ударной армии, то есть не предпринял необходимых мер для предотвращения ее окружения. Кроме того, уже в марте объем снабжения войск 2-й уа был совершенно недостаточным даже для закрепления на достигнутых рубежах. Не говоря уже о продолжении наступления, 20 марта Власов отправлен во вторую ударную во главе специальной комиссии. По итогам ее работы Мерецков 16 апреля был снят в должности. 20 апреля новым командующим с сохранением должности замком фронта был назначен Власов. 23 апреля Волховский фронт был преобразован в Волховскую группу войск Ленинградского фронта, командующим которой был назначен Хозин. Одновременно он являлся на тот момент командующим всеми войсками Ленинградского фронта. Хозин не сумел выполнить директивы ставки от 21 мая об отводе войск 2-й ударной, за что уже 6 июня был отстранен от должности, а 9 июня на должность командующего на войсками Волховского фронта был вновь назначен Мерецков. Лишь 21 июня ценой больших потерь был пробит узкий коридор, через который в течение трех ночей разрозненные группы бойцов прорывались из окружения. 25 июня противник ликвидировал этот прорыв. Власов был взят в плен 11 июля. В январе 1943 года Мерецков отличился в прорыве блокады Ленинграда в ходе операции «Искра». В январе 1944 года сыграл большую роль в победе в Ленинградско-Новгородской операции. В феврале 1944 года Волховский фронт был упразднен, а Мерецков назначен командующим войсками Карельского фронта. Во главе его он провел свирско-петрозаводскую операцию, преследование противника на Кандалакшском и Кистинском направлениях и Пицамо-Киркинскую операцию, нанеся поражение финским и немецким войскам на северном направлении. Великую Отечественную войну закончил на территории Норвегии. В 1944 году получил звание маршала Советского Союза и высшие награды Норвегии. Участник парада победы в Москве 24 июня 1945 года. С апреля 1945 года командующий Приморской группой войск на Дальнем Востоке. С июля 1945 года командовал Первый Дальневосточным фронтом, который наносил главный удар по японским войскам в Маньчжурии в ходе Советско-Японской войны. По итогам войны с Японией награжден Орденом Победа. Послевоенное время после войны Мерецков командовал войсками ряда военных округов Приморского, Московского, Беломорского, Северного. С мая 1954 года начальник высших стрелково-тактических курсов усовершенствования командного состава пехоты. Выстрел в 1955-1964 годах. Помощник министра обороны СССР по высшим военно-учебным заведениям. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1939-1956. Член ЦРК КПСС в 1956-1961 годах. Депутат Верховного Совета СССР в 1940-1961 годах. К.А. Мерецков скончался 30 декабря 1968 года. Урна с прахом Мерецкова захоронена в Кремлевской стене. Сын Владимир – генерал-полковник в отставке. Наградой СССР герой Советского Союза Орден Победа. Семь орденов Ленина. Орден Октябрьской революции. Четыре ордена Красного Знамени. Два ордена Суворова первой степени. Орден Кутузова первой степени. Медаль за оборону Ленинграда. Медаль за оборону Советского Заполярья. Медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 год. Медаль 20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 ГГ. Медаль за победу над Японией. Медаль XX лет рабочей крестьянской Красной Армии. Медаль 30 лет Советской Армии и Флота. Медаль 40 лет Вооруженных сил СССР. Медаль 50 лет Вооруженных сил СССР. Медаль в память 250-летия Ленинграда. Иностранные государства. Кавалер Большого Креста Ордена Святого Улафа. Орден Легион Почета. Степени Главнокомандующего. Орден Государственного Флага первой степени. Орден Облаков и Знамени первого класса. Медаль за победу над Японией. Медаль за освобождение Кореи. Воспоминания современников. Василевский А.М. Дело всей жизни. Издание 2-ое. Дополненное М. Политиздак. 1975-S591. Память именем Мерецкого. В 1975 году названа улица в Москве. Улица Маршала Мерецкого. В 1978 году его именем названа новая магистраль в Красносельском районе Ленинграда. В столице Республики Карелия, городе Петрозаводский, имеются улицы и сквер Маршала Мерецкого, а также памятная доска и памятник. С 1969 года имя Мерецкого носило Благовещенское высшее танковое командное краснознаменное училище. С 1968 года имя Мерецкого носит федеральное государственное унитарное предприятие в Зарайском районе Московской области. Главная площадь в городе Тихвин. Также установлена памятная доска улица в городе Судок до Владимирской области и установлен портрет на Аллее Славы. Улица в городе Великий Новгород. Улица в городе Малая Вишера. Улица в городе Беломорск. Улица в городе Зарайск в Московской области. В городе Зарайск также установлен бюст Мерецкого сочинения. Мерецковка на службе народу. Страница воспоминаний М. Политезда. 1968. Архивированная с первоисточника 8 февраля 2012 года. Мерецковка. Моя юность. Ист. Вторые. 1975. Мерецковка. А не колебима. Как Россия. 1965. Мерецковка. А на службе народу. Страница воспоминаний. Пятая эст. М. Политезда. 1988. 447 секунд. Продолжение следует.